С 1 августа московский областной список льготных категорий граждан расширился. Проезд на пригородных поездах стал бесплатным для тех, кому подобная помощь очень необходима. Кого именно коснулись данные изменения, узнала наш корреспондент Юлия Погосян. Нововведение стало возможным благодаря инициативе губернатора Московской области, который в июле этого года предложил ввести новые льготы. После мониторинга финансовой возможности региона, предложение было принято и приведено в исполнение. Бесплатный проезд позволит гражданам сэкономить средства, а значит повысить уровень жизни. Понимаете, сколько билет стоит туда и обратно? Поэтому выгодно очень. Даже сомнений нет, что бесплатно ездить. Изменения коснулись всех пенсионеров, детей из многодетных семей и одного из многодетных родителей, а также родителей детей-инвалидов. До этого данные категории граждан имели социальные карты, но бесплатно пользовались только проездом в городском транспорте. А вот законные представители детей-сирот и родители-инвалидов, которые достигли 18 лет, но не старше 23-х, карту получат впервые. Оформить ее можно в МФЦ. Далее схема действий для всех одинаковая. Гражданин со своей карты идет в железнодорожную кассу, в том числе в нашу, Расторгуевскую. Говорит, мне нужно перекодировать карту. Ее прикладывают к аппарату. 10-15 секунд на аппарате у кассира зажигается зеленая галка. Карта открыта, перекодирована. То есть на ней теперь есть право бесплатного проезда на пригородном ЖД. У людей, которые раньше не пользовались правом бесплатного проезда, возникает одна проблема. Они ошибочно думают, что после кодировки социальной карты проходить на перрон можно просто, приложив ее к турникету. Но система работает иначе. Каждый раз льготникам надо обращаться в ЖД-кассу, чтобы получить свой бесплатный проездной билет. Процедура быстрая и простая. Неудобно. Хорошо. Так что все нормально. И быстро, и не доставлять никаких неудобств. Да, да. Потому что деньги не даешь, просто пробьют и все, без всякой волокиты. Данная льгота рассчитана на три года. Но есть большая вероятность, что правительство Московской области продлит срок ее действия. Следующий этап – введение бесплатного проезда для населения Подмосковья на всем общественном транспорте Москвы. Эта программа затронет 23 тысячи жителей Ленинского района. Юлия Погося, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ.